Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко. И сегодня у меня здесь планируется фабрика снеговиков. Сейчас расскажу вам, из чего я планирую их создать. Но сейчас у меня здесь лежит поулочка, потому что во время эфира попросили показать снеговичка, какой он получается относительно поулочки. Так, это мы сейчас с вами все будем рассматривать. Вот моя девочка и вот снеговичок. Хотя, наверное, здесь нужно взять сейчас шарнирную поулочку. Мы посмотрим, как этот малыш будет у нее в руках смотреться. Возьмем принца. Он уже, кстати, подготовил корону для своей царевной лягушки. Но она что-то все где-то задерживается. Наверное, наводит марафет. Так, это как раз у меня шарнирный мальчишка. И давайте посмотрим. Вот так получается. Если вязать из пряжи джинс, если я хочу связать вот из тоненькой пряжи, тогда он, наверное, будет как раз вот такой, совсем маленький. Оставим здесь куколок для красивой картинки. А я вам сейчас покажу, расскажу все о пряже. Хочется мне связать этого снеговичка из разных видов пряжи, чтобы, во-первых, посмотреть, какие они будут. Во-вторых, мне нравится, когда маленькие побольше, побольше, побольше. И, мне кажется, как раз это все получится. Ну и чтобы было, в общем, интересно. Смотрите, оригинал снеговичка у меня связан из Ярнарт джинс. Белый цвет. Так, это не тот. Это 0,1. Видите? 0,1. Он такой вот чуть-чуть приглушенный. А этот, как, наверное, называется выбеленный белый. Это должен быть 62-й. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, джинс у меня беленькая. Так, 0,1. Вот он. Да. Снеговичок из 62-го. Красных оттенков у джинса 2 я люблю вот этот. 90-й. Ручки. Вообще, мне нравится вот этот больше, коричневый. Но этого у меня не было. Зато был 40-й. Вот. Из него у меня связаны ручки и шарфик. Вот из такого София вязала лягушку. У меня для этого хлопца лягушка связана из Ализа Форелла. А она вязала из джинса. Классная получается лягушечка. Добавлю вам сюда картинку, как она будет выглядеть из джинса. Она прям такая большая получается. Чем, наверное, еще хорошо вязание игрушек, что их можно вязать из любой пряжи. Вот какая есть. То есть не обязательно отталкиваться от мастер-класса. А то, что есть дома в запасах. Ну, я вам сейчас покажу немножечко разные варианты. То есть эту мы с вами разобрались. Она связана из джинс. Второго я хочу связать большого. София как-то покупала пряжу для участия в совместных проектах. А она что-то, в общем, разгорелась. В общем, она сейчас не вяжет игрушечки. И вот я у нее забрала Хималайю. Долфин Бэби. Это плюшевая пряжа. Она толстенькая. Видите, есть потоньше варианты, но это обычная плюшка. Толстенькая. Вот, мне кажется, получится как раз снеговик большой для формата паулочек. Ну, посмотрим. Здесь, хотела вам показать быстренько. Ага, здесь 120 метров на 100 грамм. И для нее у меня как раз случайным образом хорошо появилась вот такая. Была коричневая пряжа. Это будут ручки. Видите, у него ручки связаны. Но я сегодня еще на Валберисе заказала рога для оленей. Так вот морковки. А так уже выпускают и рога для оленей. И мне кажется, что вот для таких маленьких можно будет их тоже использовать. Посмотрим. Но, если что, вот чтобы как можно меньше всего покупать, то вязаные ручки. На всякий случай вот такой оранжевый взяла у нее. Это, я думаю, если вдруг купленные мною морковки, потому что чуть больше у меня это есть. А снеговичок будет побольше не подойдут. Тогда, если что, я свяжу. Ну, наверное, знаете, наверное, не из Гималая. Наверное, она будет из джинсов связать. Ну, будем по ходу с вами смотреть. И я вам показывала вот эту пряжу. Аделия Долли Велюр. Я ее покупала для другого проекта. Но здесь много, я думаю, мне хватит. Поэтому я взяла на колпачок для плюшевого снеговика. Кстати, здесь мы посмотрели с вами 120 метров. А сколько у нас здесь? Ага, а здесь 93 метра. А мне почему-то поначалу казалось, что это будет потоньше. Наверное, так и визуально потоньше. Ну, думаю, что подойдет, получится скомбинировать. Так, это будет снеговичок номер раз. Потом я сегодня еще с подружкой Леночкой беседовала. Я говорю, можно будет попробовать связать из софти. Только говорю, петелек будет не видно. Только я и говорю, будет петелек не видно. Вот. А потом предложила, я раньше встречала в мастер-классах, что чтобы из софти было лучше вязать, лучше видно петельки, то нужно ее соединять с какой-нибудь хлопковой тоненькой ниточкой. И вот мне кажется, если соединить, например, это у меня пихорка ажурная, ну или там ализамис, что у нас есть, то вполне возможно, что петельки будут почетче читаться. Ну, не знаю, проверим. Попробую, если получится, я вам покажу. Софти, кстати, понадобится вот для обвязки шапочки. Здесь у меня обвязка шапочки и помпончик из софти. Или, если у вас есть, вот Аделия София. София у меня всего один моточек. Они, по-моему, один в один идут. Здесь 90, а здесь, мне кажется, 100. Ага, здесь 115. Но, мне кажется, для такой толщины разница незначительна. Мне кажется, они вот... Даже это как чуть потоньше, кажется. Так, это я просто вам хотела показать, что если вдруг у вас такой пушистой нету, но есть Аделия Софти, то они практически одинаковые. Или же еще вот такая Аделия. Аделия Бриллиант. Беленькая, нарядная. Или Ярнарт Крисмас. Вот тоже можно их, мне кажется, сюда использовать на отделку. И еще я свяжу маленького снеговичка. Не знаю, взяла вот Ализе Форевер. Это 55 цвет, но 55. Мне у Форевера не очень нравится. Он такой какой-то грязно-белый. Я там больше люблю жемчужный, но для снеговика жемчужный тоже. Он будет выделяться из вот этих вот белых. Поэтому я даже не знаю. Вот этот белый красивый. Может быть, я свяжу из пихорки. В общем, подумаю. Такие у меня планы. Я сейчас параллельно записываю мастер-класс и PDF, и видео. Я вас приглашаю в совместный проект, нашу группу ВКонтакте. Участие сейчас стоит 360 рублей. Мы начинаем 20 декабря. Дам сразу этап по основе снеговичка, чтобы вы смогли их сразу много навязать, пока я буду работать над продолжением, пока буду там шапочку записывать. А вообще у меня в планах сделать ему еще два головных убора. И надеюсь, что я успею. Вообще, я этот проект хотела просто в мастер-классе выпустить в PDF, но быстро у меня не получается. А сегодня все-таки, вот сегодня я записываю видео. Сегодня 17 декабря. И тогда у вас не будет возможности, не будет времени успеть навязать такие чудесные сувениры, подарки своим родным, близким, друзьям, коллегам. Пряжи здесь нужно совсем немножко, вяжутся они быстро. Можно сделать разные мордочки, навязать разного цвета шапочки, шарфики. Сделать можно прям целую компанию снеговиков, чтобы они под елкой дружили, танцевали. Носик, как я и сказала, здесь у меня покупной. Можно, в принципе, из легких пластилин вылепить, приклеить. Но у меня это наборчик носиков. Я покупала на Озон, но сегодня я смотрела именно этой, ну, наверное, не производителя, а поставщика Солушка. Их уже на Озоне не было, но есть на Ванберисе. У меня вот эти толстенькие, 14 мм. И эта длина именно вот этой вот части. Есть еще два вот таких я покупала. Проверить. Ну, посмотрим, как получится. Может быть, вот этот как раз на маленького подойдет. А этот из софти. В общем, гляну и обязательно вам все покажу. Вы пока поставьте пальчик вверх и будем смотреть продолжение. Ну что, друзья, сейчас покажу вам, что у меня получилось. Итак, вы видели вот этого снеговичка. А теперь смотрите. Два. Три. Четыре. Так, не падаем. Четыре. Пять. И тадам! Шесть. Вот такая команда снеговичков у меня получилась. Выход видео несколько подзадержался. Сегодня 27 декабря. Я уже записала все уроки. Мастер-класс доступен в PDF и видео формате. Ну, то есть, точнее, это единый формат. Есть и PDF и видео. И давайте до нового года я оставлю эту скидку 20%. Сейчас мастер-класс по снеговику можно заказать за 360 рублей вместо 450. И давайте я вам сейчас расскажу, что у меня здесь получилось. Наверное, вот это вот самое милое, что мне кажется, что вышло. Он, ну, такой потрясный, такой классный. И самый большой из всей компании. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки со стандартных снеговичков. Так, это у них самые младшенькие. Это у меня по легенде мама и папа получились. Это их не младшенькие, это уже самостоятельные снеговички. Так, оп-оп-оп, не падаем. Смотрите, вот эти все связаны из одной пряжи, из одной, из джинса. Почему у меня их три? Потому что одного я вязала для видео, наверное, вот этого. Другого я вязала, чтобы фото сделать для PDF. Ну, и потом связала им дополнительные головные уборы, так и обещала. Так, что по мастер-классу вы свяжете не только вот такую новогоднюю шапочку, хотя она, в общем-то, не обязательно новогодняя, если связать ее просто, из обычных ниток, даже без помпончика, просто аккуратная шапочка на голову игрушки. Так, а можно связать еще ушамку. Сейчас расскажу по этой пряже, смотрите, какая красивая. У этого снеговичка я пришила шапочку, чтобы, ну, чтобы, в общем, все время был в таком виде. А этим двум друзьям я не стала пришивать, поэтому шапочки можно менять, одевать. То есть, если это планируется не сувенир, не елочная игрушка, а они вполне могут быть елочными игрушками, размер, ну, отлично, они не тяжелые. То есть, можно навязать много таких снеговиков и украсить ими свою новогоднюю елочку. Даже если вы сейчас не успеете много навязать снеговиками. Одного, двух, трех без проблем успеете. А полностью, вот, чтобы елочку, то у нас впереди еще целый год до следующего нового года. Так вот, можно эту шапочку снять, одеть обычную. У меня, вы знаете, видите, они, я уже потом поздно спохватилась, поздно заметила. Вот это такая же шапочка, как и красная, только я не стала фиксировать кончик вот так вот на шапочке. Здесь я пару стежков прикрепила помпончик, а здесь оставила вот так, так тоже интересно, забавно получается. Вот, видите, у них разные глазки. Я в мастер-классе указала 7 мм, но, наверное, я поменяю на 6, мне кажется, вот эти 7, вот эти маленькие угольки, шестерочка. То есть, а может надо написать 6-7 мм, видите, они у меня разные. Так, не захотелось такую шапочку, можно одеть такую же, но другого цвета. Можно, конечно, здесь, я в мастер-классе в видео сказала, что как можно сделать, чтобы ушки вот сюда поднимались и будет прям вот, ну, как, знаете, наверху завязывать. Но мне хотелось вот такой фасончик. Так, эту шапочку мы мерили, можно одеть еще ведерко. Так, как тут? Вот так лучше или вот так? Вот так, наверное. Мне нравится вот такое положение, как у этого с ним. Ведерок тоже два, потому что первое я вязала, чтобы, ну, собственно, составиться в мастер-классе, а второе уже для видео. А София вчера вот так одела, говорит, нужно так носить. Ну, тоже неплохо, какая милота. Так, это у нас вот эти озорники. Так, давайте вернем этому шапочку-ушанку и будем смотреть дальше. Затем у меня родился вот этот очаровательный малыш. Он такой, такой вот, даже не знаю, как сказать, такой классный, тискательный, очень и очень приятный. Затем я вязала вот этого. Точнее, вот эту. Это все-таки у меня мама. И самый маленький. Так, давайте я вам сначала сейчас покажу, как они все смотрятся с паулочкой и потом немножечко, хотя за пряжу вам рассказывала, но кое-какие комментарии, которые у меня в процессе, скажем так, появились. Вот она, наша девочка-помощница. Конечно, вот так будет не очень легко оценить масштаб. Этих мы с вами уже видели, да, смотрели, как они смотрятся. Самые маленькие, смотрите. Вот такой. Ой, смотрите, я даже шарфик связала такой же, как у этой царевны. Но это я случайно. Просто я разного формата, то есть разной высоты захотела связать, чтобы у всех были красные шапочки, а шарфики уже разные. Вот, смотрите, какая чудесная игрушечка получается. Это из пехорки ажурной. Так, девочка. Вот такой вот. Малыш, он буквально, ну я даже не знаю, сколько тут сантиметров. У меня где-то была рядом. Есть у меня рядом небольшая линейка. Вот если вот так. Ну, до колпачка тут 7 сантиметров. Если вот сам снеговичок, то буквально здесь 5 с половиной, где-то так. И вот так вот получается. Ну, этих, наверное, я уже не буду измерять, потому что я не хочу идти за леской. Ну, вот 10, 10, ну где-то 17 вместе с колпачком. Так, и это у нас здесь пряжа софти. Нам сейчас расскажу. Вот так будет смотреться. Не, не знаю, так не очень вертикально. Ну, даже я не знаю вам, как показать. И самый большой, самый большой, вот такой. Можно уже использовать именно вот этих снеговичков. Паулочка, мне кажется, может возить на саночках за собой, да, как игрушки. Это как маленькая игрушечка. А этого снеговика или этого она может лепить на прогулке, да, сделать такие интересные фотоснимки. Напомню вам сразу за этот мастер-класс. Он сейчас есть и в PDF формате, и в видео формате. Ссылочка на сайт, на Boosty под видео. Переходите, заказывайте. Вяжите царевин и этих снеговичков. За пряжей я вам рассказывала в начале видео. Хочу особенно подчеркнуть вот эту пряжу. Это у нас Аделия Долли. Долли велюр. Просто вот шикарное при вязании. В том плане, именно вот в ощущениях, когда вяжешь, она такая мягенькая, такая приятная. Собственно, так же, как и вот это у нас велюр, а это у нас плюш. Плюшевая дольча. Ну, вот прям, вот это очень приятно. Хотя, для сайт приятно, но если вдруг распускать, если вы вяжете не по мастер-классу, а там сами петли рассчитываете, то распускается она, как и плюш, не очень. То есть, могут обрываться ниточки сложно. То есть, нужно очень аккуратно распускать, если где-то что-то ошиблись. Шарфики. Вот этот шарфик. Шапочка у этой снеговички. И шарфик связаны из, получается, у нас блестящей вот такой пряжи. Я считала, что они очень похожи. Но нет, Ярнард Крисмас гораздо тоньше. Это у нас Крисмас, а это Аделия Бриллиант. Вот я не помню, я вам, наверное, в начале видео не сравнивала. Здесь 90 метров, а здесь 142 метра. Ну да, и вот эта прям тоненькая. Поэтому вот эту шапочку я вязала в две ниточки, чтобы она можно было бы и в одну, но в одну получалась слишком такая, ну, тоненькая, как бы необъемная шапка. Поэтому я ее вязала здесь в две нити и здесь по этой шапочке. Мы с вами сравнивали. По факту она получается даже потолще, чем плюшка. Но при вязании она, ну, может, плотнее столбики ложатся или я не знаю. Она вот даже вот так вот щупаешь, она кажется, что она тоньше. Поэтому здесь на шапочку набрала на 6 петель больше и на 1 ряд больше связала. То есть мне пришлось скорректировать, поскольку, ну, разный вид пряжи, да, здесь плюш, а здесь велюр. Ну, это несложно. То есть я добавила здесь 6 петель и потом просто у меня и 1 ряд. И на 1 ряд у меня убавок получилось больше. Пробовала сюда связать помпоны, но он смотрится вот именно так круто, клево без этого помпона. Глазки. Глазки, смотрите, видите, я поставила глиттерные. У меня не было обычных черных глазок больших, а вот такие были. И они здесь классно смотрятся. А у этой снеговички у нее поменьше и тоже вот с таким вот эффектом блеска голубенькие. Смотрите, как волшебно смотрится без света, немножко новогодней магии. Так, а этой снеговичке я связала помпончик из такой же пряжи, только из Аделия. Белый цвет у меня в этом. То есть у меня несколько моточков есть Крисмаса и несколько моточков Аделия. И вот я их совмещала, чтобы было интереснее вязать и чтобы все разное было. Морковки. Морковки я вязать не стала. И у меня, смотрите, я использовала, получается, все морковки, которые заказывала. Ну, не в том плане, у меня еще остались, еще можно много снеговиков связать. А я имела в виду виды морковок. Вот эта самая маленькая. Конечно, наверное, здесь я бы хотела покороче носик, но вот какой получился. Эти мы уже видели. И вот на софте поставила маленькую, которая у нас такая корявая морковка. А для большого я все же заказала на Вайлберри, если получается, вот кот. Вот эти большие морковки. Они 3. Так, носики морковка 15 миллиметров. Ну, нет, у них тут не 15. Может, по ширине они 15. Здесь их много. 10, наверное. Китай, в общем, не написано сколько. Но их тут много. То есть, можно еще таких плюшевых, ого-го, сколько связать. И мне кажется, по размеру они сюда отлично подошли. И помните, я вам говорила, что хочу заказать, попробовать вот эти олени и рога. Олени и рога, это у нас 3,2 написано, на 2,5. Поставься к солушку. И вот у меня одна пара еще осталась. Может быть, когда-то по назначению их применил. Я их поставила к снеговику из софти. Они сюда вот отлично подошли. У носиков и у ручек проблема с креплением. Я уже вам показывала. Они идут, получается, без заглушек. Да, вот такие. Но я выкручиваю с тем, что одеваю свободную заглушку от глазок. У меня много глазок, поэтому я ее использую. Расплавляю и прижимаю. И получается достаточно хорошее крепление. Как для детей, не знаю. Но вот так вот, видите, плотно. Можно клеем еще укрепить. Какую-то морковку я клеем укрепляла. Ну и здесь вот эти ручки тоже вроде как хорошо. Была проблема только вот с этим тоненьким. Потому что здесь очень тоненькое основание. Поэтому я ее посадила на клей. Термопистолет. Так, по этим снеговикам, наверное, я вам все расск... А, нет. Вот здесь еще. Здесь, смотрите, я вязала, как говорила, из пряжи софти и добавляла дополнительную нить. Я добавила пихорку ажурную. Не скажу, что прям очень гораздо легче вязать. То есть, все равно вяжется по большей части на ощупь. Вот, я не знаю, видно здесь вот у вас, вам на видео проблески этой ниточки. Но, наверное, чуть больше, получается, петельки. В общем-то, можно сориентироваться. То есть, вот, мне поначалу и из плюша было не очень легко считать ряды. Хотя они здесь достаточно хорошо просматриваются. Ну, вот из софти это, знаете, еще такое то удовольствие. И плюс посчитать ряды, ну, можно, но тоже очень плохо. Поэтому я все записывала. Свяжу один ряд, запишу, свяжу один ряд. И пока не дошла или до конца ряда, или до какой-то нам убавки, я не отвлекалась. То есть, здесь нужно постоянно быть в тонусе, если вязать из этой пряжи, следить за процессом. Но, с другой стороны, смотрите, какая она классная. И, кстати, вот эти шапки я не пришивала. Потому что ими можно вот так вот играться. Они и так, и так такие классные получаются. Поэтому я оставила их так. Может быть, потом пришью. Но пока они у меня в таком... Видите, она в две нитки прям такая плотная получилась, как стоячая такая. А шарфик я уже в одну ниточку вязала. Хотя это тоже Крисмас. Так, и по маленькому еще что? По маленькому у меня были вот такие бусины вместо глазок. Я их пришила, сделала небольшую такую утяжечку. Ну, маленького вязать было несложно. Но поскольку нитка относительно тонкая, то, конечно, при хорошем освещении старалась вязать плотник. А на шапке уже я так свободно витяна. Вот если у этих плотно сидит на голове шапка, то здесь я, видимо, снеговика старалась затянуть, затянуть. А шапку вязала свободно. Она вот такая интересная. Мне кажется, я вам все рассказала о своих впечатлениях. Хотя нет. Еще вот за эту шапочку. Оригинал я связала, ну, то есть, основу из той же пряжи, что и снеговик для того, чтобы, ну, если вяжет человек из одной пряжи, чтобы не было необходимости что-то там пересчитывать. Но мне хотелось шапочку связать синюю. А синий цвет у меня был только вот в этом варианте. Ягнарт и деним вождь. Мне кажется, она исключительно сюда подошла. Но эта ниточка чуть потолще, чем джинсы. Здесь 130, кажется, да, 130 метров. Номер цвета, если что, вот я, 110. А в джинсе у нас 165. Поэтому для вязания я взяла, вот у меня игрушка связана 2,25, а шапку, именно эту шапку я вязала двоечкой. И тогда они вот отлично подошли. Ну, то есть, попала я в размер. То есть, вот эту шапку я вязала как игрушку 2,25, а вот эту, а вот эту крючком двоечка. Да, и еще по расходу пряжи. Вот здесь, понятно, очень мало идет. По-моему, где-то 15 грамм белого цвета. То есть, из одного моточка сколько? Ну, 3 снеговика точно выйдет. На четвертого, наверное, не хватит. А вот хотела обратить внимание вот на эту пряжу. Здесь 100-граммовый белый моток, но одного на двух снеговиков не хватит. У меня вышел здесь, ну, точнее, после использования мотка осталось 48 грамм. То есть, чуть-чуть на второго не хватит. Либо, ну, опять же, зависит от плотности вязания. Если вязать плотнее, пряжи будут уходить меньше. Ну, один вот стандартный у вас получится. А здесь у софти 50-граммовые. И у меня после снеговика остался 21 грамм. То есть, на второго не хватит. Но до снеговика я еще связала, получается, обвязку нескольких шапочек. Поэтому тут не скажу. Скажу вот точно, что у меня был новый 50-граммовый моток до начала проекта. И, получается, я пообвязывала вот так шапочки, помпончики сделала. Сюда, сюда. И вот такого снеговика связала. Возможно, если вязать только снеговики, то на два тоже хватит. Но гарантировать тоже вам этого не могу. Это по расходу пряжи. Положила вам здесь показать, раз уж я это вязала. Я же хотела еще елочку связать вот к этому снеговику. У меня есть и большое основание из джинса я вязала. Потом, смотрю, много получается. Взяла поменьше из этой пряжи. Ну, и, в общем, бросила эту затею. Потому что получается красиво, конечно. Но, во-первых, вязать, знаете, такой некайфовый процесс. Потому что нитка толстенькая. Постоянно повороты, много петель. То есть, точнее, даже не так. Сам процесс вязания несложный. Но вот эта часть, она получается грубая. И нужно вязать здесь у меня таким образом ряд так. Ряд идет в обратную сторону. И ты за вот эти вот цепляешься. В общем, сам процесс такой мало удовольствия доставляет. И очень долгий. Вот, смотрите, я это вязала долго. И у меня получилось вот такое основание. То есть, чтобы связать достойную елочку. Ну, в общем, я подумала, что уже как бы не время. И я ее еще до снеговиков забросила. И перестала вязать. Может быть, на следующий год. Либо что-то с рисунком другим подумаю. Я пока... Вот добавлю сюда скриншот из старого видео. Когда-то вязала елочку. Только не из отеля. А вот из Крисмаса. Сейчас, после того, как я повязала из этой пряжи, я поняла, почему мне было легче. Потому что вот эта пряжа, она потоньше. И помягче, наверное. Вот эта грубее. И она с эффектом таким вот стрейчевым. Хотя и у этой есть такой эффект. Ну, и в общем, елочку я пока отложила. Может быть, на следующий год. Потому что уже нужно вязать, наверное, весенние, летние наряды. А я все еще зимним ковыряюсь. И по итогу, видите, у нас какая команда снеговиков. Друзья, буду благодарна вам за лайки, за комментарии к этому видео. Если понравились снеговички, желаете таких связать. Еще будет у нас Рождество. У нас будет Старый Новый Год. Да и просто зима у нас еще идет. Можно слепить и настоящего снеговика. И связать вот такого малыша. Игрушку. Или, например, ну, это если вы в своем дворе живете, да. Слепить снеговика с вечера. А утром со своим ребенком найти возле этого снеговика маленькую вязаную игрушку. Также еще можно навязать таких игрушечек для своих куколок. Устроить им праздничные снежные фотосессии. Поэтому переходите на сайт, на пусте, заказывайте. Мастер-класс полностью готов. У вас будет и PDF с описанием. И видеоформат будете вязать вместе со мной. Это прям подробно. Если вы новичок, то тоже очень рекомендую. Все показываю подробно, детально, попетельно. Все у вас обязательно получится. Буду благодарна вам за обратную связь. Делитесь этим видео с друзьями, подружками. Навязывайте такие сувениры. Радуйте своих родных и близких. А я вам желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Берегите себя, своих близких. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»